Уход за яблоней. Яблоня стала одним из самых распространенных плодовых деревьев в садах. Урожайность ее всецела зависит от правильного и постоянного ухода, который начинается ранее весной. Принадлежащий заботе яблоневый сад не только порадует вкусными плодами, но и станет главным украшением дачи или приусадебного участка. Особенность ухода за яблоней. При возникновении желания посадить яблоневый сад стоит задуматься о том, какой сорт наиболее стоит к вредителям. Показатель урожайности, вкусовых качеств, длительности хранения также очень важен. Одни из самых популярных летних сортов яблонь – белый налив, милба, боровка. К лучшим осенним сортам можно отнести зарянку, усладу, жигулевский сорт. Из зимних сортов рекомендуется выбирать антоновку, голден, делишес, рубин, богемию. Недостаточно просто выбрать хороший сорт, нужно еще знать, как правильно посадить яблоню весной и правильно ухаживать за ней. Мероприятия по уходу за яблони весной стартуют, как только начинает пригревать солнце. Пора избавить штамбы от утеплителей. Затем следует приступить к санитарной обрезке. Мусор в зоне приствольных кругов убирается и сжигается. Необходимо прорыхлить почву на глубину около 5-7 см. Далее настает черед внесения удобрений, преимущественно азотных. Побелка производится в любое удобное время, при сухой погоде, в ближайшие сутки – двое. Несколько раз до сезон производится опрыскивание яблонь перед набуханием почек, во время и после цветения. До пробуждения насекомых нужно успеть установить ловушки. Яблоня периода ухода «Летняя забота о яблоневом саде» состоит в своевременном поливе и борьбе с вредителями, заболеваниями. По мере обнаружения вредных насекомых проводится обработка инсектицидными препаратами. Жаркое лето требует проведения подкормки яблони азотными удобрениями и железным купоросом. Осенний период начинается со сбора урожая. Необходимо следить за частотой приствольных кругов во избежание возникновения грибковых и гнилостных заболеваний. Осень – пора внесения минеральных удобрений. Производится обрезка, рыхление приствольных кругов, утепление штамбов посредством толи или рубероида. Зимний уход за яблоневым садом заключается в основном в удалении снега с ветвей в избежании их обламывания. Необходимо также проверять состояние утеплителей и вовремя закрывать погрызенные мышами или зайцами прорехи. Уход за разными видами яблонь. Учитывая особенности разных видов, можно узнать, как ухаживать за яблоней и избежать ошибок. Уход за основными разновидностями колоновидное дерево обладает уязвимостью в области корневой системы из-за ее близости к поверхности. Готовясь к зимнему сезону, следует окучивать деревья. Рекомендуется притаптывать снег в риствольном кругу. Полив должен быть осторожным тонкой струйкой. Хорошо сделать залужение. Злаковые культуры высеивают весной скашевы. По мере роста яблони стелющие гася типа требуют утепления крона при подготовке к зиме. Ветви молодых деревьев фиксируют прижатыми к земле. После этого их накрывают ботвой для утепления. Побелка производится не только по штамбу, но и по скелетным ветвям. Стволовые яблони требуют контроля над количеством урожая. В первый год можно вырастить лишь одно яблоко, во второй два или три. Прореживание заведей прекращается лишь на рядый год. Полукарликовые яблони чувствительны количеству удобрений. Из-за небольшого размера дерево требует уменьшенной порции азота, иначе можно спровоцировать ожог корней. Если плодоносник дает большой урожай, то придется укреплять ветви упором из досок, защищая их от обламывания. Карликовые деревья следует высаживать отдельно от высокорослого молодняка, так как они могут погибнуть от недостатка солнечного света. Для них подходит шпалерный способ выращивания. Деревья растут в одной плоскости, так как формируются особым образом и крепятся к опоре. Посадка. Рассмотрим весенние яблони, какие имеют особенности посадки и ухода в открытом грунте. Вторая половина апреля является оптимальным временем для посадки яблони. Выкапывают яму глубиной от 80 см и диаметром 90-100 см примерно за неделю до начала процедуры. При этом верхний плодородный слой земли откладывается отдельно. Далее производится обработка ямы, рыхление лопатой на глубину штыка, укладка на дно ямы ржавых железок или скорлупы грецкого ореха. Засыпание отложенным ранее плодородным слоем почвы, внесение и перемешивание с почвой удобрений, 1 стакан у суперфосфата, 3 ст. Лист серно-кислого калия, пары ведер навозного перегноя, древесные золы, заполнение объема ямы землей до образования холмика высотой около 20 см. В центр возвышения устанавливается колышек. Далее саженец помещают в центральную часть холмика и засыпают расправленные корни землей с аккуратным утрамбованием. При этом зона, соединяющая ствол и корни деревца, должна быть приподнята примерно на 4 см от поверхности грунта. Остается лишь привязать саженец колышку и тщательно полить. На одно деревце понадобится 3-4 ведра воды объемом в 10 литров. Уход за яблони в первый год является наиболее важным, так как от этого зависят приживаемость дерева, а также будущее здоровье и урожайность яблони. Процедура начинается с момента посадки саженца. Показателем грамотного ухода является быстрое укоренение молодняка и интенсивный рост. Для этого необходимо своевременно устранять недостатки. Сразу после посадки рекомендуется сделать укорачивание центрального проводника на 2-3 почки. Это способствует активизации роста боковых побегов. Каждая из скелетных ветвей должна быть ниже, чем центральный проводник. Укорачивание ствола, если деревце посажено слишком глубоко, то его следует приподнять. Вокруг него нужно прокопать круговую траншею такой же глубины. Расстояние от ствола должно составлять от 35 до 40 см. После этого корневой комп приподнимают лопатами и заполняют образовавшееся пространство питательным грунтом. Высота должна быть такой, чтобы корни и корневая шейка не обнажались. Если почву в осадочной яме недостаточно хорошо утрамбовали при посадке молодой яблони, то ствол может начать расти под наклоном. Выпримить деревце, пока оно не начало разрастаться, можно с помощью веревки и кола. Ствол аккуратно подтягивают в нужную сторону и привязывают колышку. Места искривления штамба и побегов исправляют с помощью привязывания от ним рейки. Необходимо следить за подвязкой и вовремя ослаблять ее в избежании возникновения перетяжек. Это делается на протяжении 1-2 вегетационных сезонов. Обратите внимание, для молодых саженцев первый год развития очень неблагоприятно повреждение коры штамбой ветвей. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы не было трения деревца колышек и врезание подвязочного материала в кору. Следует вовремя ослаблять подвязку. Чтобы молодая яблоня получала достаточно питательных веществ, требует вырезать поросли от корней на штамбах. Приствольные круги должны быть в рыхлом виде, очищенными от сорняков. Их мульчируют в радиусе 0,7 м на толщину слоя в 4-5 см. Рекомендуется посадить вокруг молодняка растения сидираты, чтобы саженцы получали необходимые микроэлементы. В первый год удобрения яблони почти не требуется, но для активизации роста вредварительно разрыхленный верхний слой почвы вносит азотные удобрения. Однокорневая подкормка делается ранней весной. Для этого 2 стакана л. Мочевины разводят в 10 литров воды. Для одного саженца понадобится 15 литров раствора. На май и июнь приходится по 2 вне корневых подкормки. Используют растворы гумато-натрии-эффектона. На 1 стакан л. Средство приходится 10 литров воды. Одну яблоню гумато-натрия нужно следить за своевременным поливом. С весны до осени полив осуществляется по 5 раз. Каждому дереву требуется около 2 третьих ведер воды. В дальнейшем частота полива снижается до третьих раз во время цветения, формирования завязей и появления плодов среднего размера. Порция воды увеличивается на 1-2 ведра ежегодно и достигает 7-8 ведер к пятому году жизни яблони. Дерево в возрасте 80 лет нуждается в 10-15 ведрах воды. Зеленая тля и листогрызущие гусеницы наносят непоправимый вред молодым саженцам. Необходимо регулярно осматривать посадки и своевременно принимать меры по уничтожению вредителей. Если ручной сбор и уничтожение не дает эффекта, то стоит применить химические препараты. Зеленая тля на яблоне уход. Окапывание каждый год диаметр корневой системы увеличивается на 50-80 см. Поэтому на второй год после посадки диаметр приствольного круга яблони увеличивают до 2 м. В дальнейшем его увеличение происходит в соответствии с разрастанием кроны. Весеннее окапывание производится в радиусе 50 см вокруг яблони. Ворошить землю нужно не слишком глубоко, наполовину штыка лопаты, примерно на 6-8 см. Не нужно переворачивать пласт почвы. Рекомендуется окапывать вилами, чтобы сберечь корни от повреждений. После этого разбивают крупные корни, разрыхляя грунт. Затем нижнюю часть ствола обмазывают глиной и производят побелку. Беление яблони осеннее окапывание производится во время листопада, на глубину около 15 см, с оборотом пласта земли. Земляные комья разрыхлять не нужно. Окапывание сопровождается добавлением мульчи из торфа и навоза. На протяжении всего весенне-летнего сезона необходимо рыхлить и пропалывать почву вокруг стволов. Полезно производить мульчирование торфом, просеянным компостом. Слой должен составлять около 5 см. Для яблони характерно неглубокое залегание корневой системы. Поэтому задернение приствольных кругов мешает корням и снижает урожай. Мульчирование мульчирование относится к агротехническому мероприятию по повышению производительности плодового дерева. Мульча представляет собой органический материал, которым покрывается почва. Она не только питает грунт, но и защищает от пересушивания и нашествия сорняков. Это прекрасная среда для размножения дождевых червей. Минимальный слой мульчи составляет 5-8 см. Мульчирование яблони. В качестве мульчи используются органические и органические материалы, древесные опилки, торф, окрошка, хвоя, перепревшая солома, опавшие листья, органические удобрения, бумага, пленка и другие. Одним из лучших материалов для мульчирования является компост, который можно приготовить самостоятельно. Проведение мульчирования начинается с внесения почвы полезных микроэлементов органики, особенно при использовании неорганического материала. Мульчи покрывают все приствольные круги деревьев. Наиболее полезна процедура для низко-штамбовых яблонь, имеющих малогабаритную крону. Предзимнее мульчирование делается с помощью торфа, смешанного с навозом. Смесью толщиной в 10-15 см покрывается область приствольного круга. Опыление важнейшим условием плодоношения является опыление. Для привлечения насекомых опылителей можно опрыскивать деревья сладким раствором 1 стакан. Лис сахара в 1 литр воды или 2 стакана л. Меда с ведром воды. Для улучшения плодообразования рекомендуется обрабатывать яблони раствором 5-7 грамм. Борной кислоты на 10 литров воды. Процедуру проводят до захода солнца во время распускания бутонов. Через неделю обработку следует повторить. Если садовый участок расположен далеко от других, то нужно сажать деревья группами из вторых и более сортов, цветущими одновременно. Яблоня семеренка опыляется сортами Вагнер, Голден Делишес, Джонатан. Урожайность белого налива повышается поблизости от Суислепской. Сорт Антоновка опыляется боровинкой и белым наливом. Яблонь не стоит сажать рядом с вишней. Опыление яблонь и подвязывание яблоневой саженцы необходимо снабжать подвязкой на протяжении 2-3 лет, пока не сформируется крепкая корневая система. Это мера защищает деревца от порывов ветра. Кроме того, подвязка служит для поддержания кроны, обеспечивает устойчивость саженца при коротких или поврежденных корнях. Она необходима также для карликовых сортов яблони. Подвязка должна быть обязательно мягкой, чтобы не повредить кору ветви. Существует несколько методов подвязывания яблонь кольями между двумя полками, восьмеркой, к шпалере и посредством скобы. Обрезка яблони нуждается в ежегодной обрезке весной или осенью. Если пропустить один год, то ветви становятся более толстыми и процедура хуже переносится деревом. Польза от обрезки – увеличение качества и размера плодов, регулярность и длительность оплодоношения, более свободный доступ воздуха и света к веткам, что защищает дерево от вредителей и заболеваний, увеличение ежегодного концевого прироста до 40-60 см, оздоровление яблони. Весенняя обрезка производится, когда температура достигает отметки выше минус 5 градусов, пока не начали распускаться почки. Март-апрель. Осенняя обрезка начинается после сбора урожая и может проводиться до конца осени. Существует несколько типов обрезки – формирующая. Правильная крона формируется из четвертых отдельно растущих сильных ветвей. Слабые и больные ветви необходимо удалить. Перед набуханием почек конца оставшихся ветвей нужно слегка подрезать – нормирующая. Если сформировалось чрезмерное обилие плодовых почек, то часть из них требуется удалить. Это способствует хорошему рожаю. Омолаживающая обрезка производится ежегодно. Необходимо удалить ветви со старыми почками и многолетними годовыми приростами, так как они рождают плоды низкого качества. Поводом к удалению является отсутствие роста ветки. Санитарная обрезка позволяет избавить яблонью от сухих и подмерзших за зиму ветвей. Восстанавливающая обрезка проводится для ликвидации последствий нарушения правил ухода за деревьями. Устраняются механические повреждения в ветве и кроны, которой придается правильная форма. Обработка от вредителей, насекомых, получение хорошего урожая яблок зависит от защитных мер против заболеваний и вредителей. Основные способы борьбы с насекомыми-вредителями и основные заболевания, характерные для яблонюстранения повреждений погрыз-погрыз, осуществляется мышами, зайцами, водяными полевками, козами. Основная опасность повреждения комбе, в результате чего дерево гибнет. Главное, вовремя обнаружить проблему и принять меры до наступления весеннего тепла. Мыши обгрызают лишь узкий наружный слой коры, не достигая комбе. Восстановить повреждения помогает рукой заматывание раны полиэтиленовой пленкой. Зайцы или козы обгрызают дерево более глубоко, добираясь до комбе. Исправить ситуацию помогает замазывание раны коровьим навозом, смешанным садовым варом или глиной пропорции 1-1. Сверху наматывают пленку, а затем покрывают рубероидом для создания тепла. В летний период повреждений осматривают и при необходимости очищают от мертвых тканей, после чего процедуру повторяют. Погрыз яблони при погибшем комбе из оживления становится гораздо более долгим. Кора нарастает, затягивая рану, пока края ее не сомкнутся. Необходимо периодически царапать нарастающий валик, чтобы стимулировать разрастание тканей и наносить вар. Повреждения размером, превышающим половину диаметра ствола, устраняются прививкой-установкой мостиков. Особенно опасны кольцевые повреждения коры. Останавливается поступление питательных веществ к веткам и почкам, что приводит к гибели дерева. Приходится спиливать ствол, замазывать варом срез и выращивать новую яблоню из проснувшихся спящих почек. Сломали трещина, буреломы, налипание мокрого снега и пары в ветра нередко приводят к облаванию ветвей. Необработанное повреждение становится отчагом инфекции. Принимать меры по лечению повреждения можно в любое время, кроме вегетационного периода. Сломанную ветку срезают астронсикатором. Затем ножом срезается поврежденная кора. Необходимо полностью очистить рану от загнивающей и трухлявой ткани. Слом ветки яблони полностью высохшую рану обрабатывают медсодержащими препаратами 1% или 3% бордовской жидкостью можно использовать. Противогрибковые средства. 3% раствор железного купороса. После высыхания открытые раны применяют специальные замазки. Подкормка при посадке саженцев земля была достаточно хорошо подготовлена, поэтому весь первый год в откормке нет особой необходимости. После вхождения дерева в вегетационный период применяются промышленные удобрения, а также натуральные. Можно вносить в оч в органические смеси. Одна часть кровяка на 10 частей воды. Одна часть куриного помета на 15 частей воды. Ведро воды. С одной десятой части навоза и один стакан. Лист мочевины. Раз в 5-7 лет вносят известковые подкормки в виде доломитов или известняковой муки. Внекорневая подкормка методом опрыскивания, а также эффективно разведенная водой мочевина, раствор карбамида, жидкие удобрения, гумат. Натрий. Эффектон. Разводят в рапорции 1 стакан. Лист на 10 литров воды. Прищипывание. Прищипывание является более щадящим методом увеличения урожайности яблонь по сравнению с обрезкой, так как процедуре подвергаются еще не одревесневшие побеги. Весенняя или летняя прищипка зеленых побегов делается пальцами, а не иссекатором, что способствует быстрому заживлению ран. Прищипыванию подвергают побеги длиной от 12 до 15 сантиметров над третьим или пятым настоящим листочком. Прищипка помогает избавиться от веточек, растущих внутри крона вниз. Удаляются сильные приросты, растущие параллельно стволу, волчковые побеги. Если прищипнуть верхушку боковой ветви, то можно контролировать длину приростов ветвей. Советы бывалых садоводов. Новичку поначалу довольно сложно получить хороший урожай, так как хитрость выращивания яблоневого сада знает только бывалый садовод. Если применять все советы и рекомендации знатоков своего дела, то можно добиться отличного результата. Приведем секреты получения высокого урожая яблок. Правильно сформированные кронно-ветки необходимо направлять горизонтально по всей длине. Для этого используются грузики или привязывание ветвей к воткнутым в землю колышкам. Молодой саженец формируют методом прищипок. Бельевая прищепка крепится к еще зеленой ветке таким образом, чтобы своим раздвоенным концом упираться в основание побега. Обрезание ветвей укорачивая ветвь на третьей ее общей длины, можно увеличить приход урожая вдвое. Необходимо также прореживать крону полным удалением дефектных, растущих вертикально или внутрь кроны, слабых и больных ветвей. Места срезов обязательно обрабатываются садовым вором. Обрезка яблонь и контроль над количеством плодов следует удалить центральный плод из каждого пучка на молодом дереве. Обычно они имеют изъяны и отбирают силы яблони. Нужно избавить ее от всех больных деформированных экземпляров. Можно встряхнуть дерево, чтобы часть дефектных плодов осыпалась сама. Важно! Чтобы произошло укропнение яблок, необходимо соблюдать соотношение. На один плод приходится около 40 листьев. Химический метод прореживания для высокорослых яблонь на стадии цветения можно использовать химические препараты. 130 грамм. Кальцинированной соды 1-3% на 10 литров воды 50-150 грамм. Хлорамина 0,5-1,5% на 10 литров воды. Опрыскивание цветов этими препаратами позволяет вдвое уменьшить число завязей. Это дает укропнение плодов, улучшение вкусовых свойств и высокий урожай на следующий год. Колодцы для питания. Чтобы питательные вещества из воды под кормок быстрее проникали в корням, нужно пробурить отверстия. Достаточно сделать одно отверстие на каждый квадратный метр при штамбово круга в зоне активной корневой системы растения. Глубина скважины до 60 см, диаметр 10-12 см. Полость колодцев заполняют дренажным материалом, например песком или щебнем. Именно в них заливают питательные растворы воду. Кроме перечисленных рекомендаций, неизменным остается условие правильного полива, подкормки и защиты яблони от вредителей. При таком уходе выдающийся урожай станет реально достижимой целью для любого садовода.